девчонки телефон у меня все равно вырубился не хватило никакого аккумулятора давайте подтягивайтесь снова я сейчас жду сижу вас заодно чуть-чуть передохнул и будем продолжать с вами решение задач о чем мы там остановились я не знаю поэтому и вот это вот то что мы прорешали то что я здесь написала вам я сейчас буду заново писать потому что на каком-то моменте а я была спиной телефон у меня отключился мы с вами теперь должны вы с вами продолжит решение задачи будем сейчас говорить об этом и по поводу как видно как слышно тоже мне пишите потому что переподключение идет надеюсь что он не отключится сейчас стоит на проводе через розетку будем надеяться что все хорошо получится напрямую даже наверно было его подключить давайте собирайтесь подключил напрямую к розетке чтобы у нас заряд зарядка шла давайте простите пожалуйста но видите не хватает уже мощности телефона на дно вы покупать сейчас попробую сделать на компьютере потому что тоже вроде все время в розетку подключен давайте подтягивайтесь и будем с вами решать дальше напишите пожалуйста как видно как слышно пока еще видать задержка большая пока еще я не вижу ваших сообщений напишите пожалуйста как бы он опять не отключился там один процент у меня всего почему-то он не заряжается но написано что зарядка идет если отключится хорошо да хорошо если отключится значит снова войду потому что мы с в общем то не выполнили сегодня программу нам надо дорешать эти задачи добрый добрый привет так и рано не было оказывается на первой части нашей нашей с вами сегодня лекции нашего сегодня с вами решения ну в общем то хорошо будем решать со 2 на 1 тоже тогда рекомендую посмотреть у нас сейчас идет большой тренинг по колористике с нуля два урока прошло и теперь мы учимся решать задачи потому что основное что нам требуется когда мы работаем с клиентами при окрашивании то есть решение задачи на доске также у вас на листочке это тоже самое решение то есть алгоритм который вы должны путь вот этот весь пройти для того чтобы правильно покраситься клиента до своего клиентку клиента не важно так что давайте подтягивайтесь почему только сейчас пришло сообщение этого я не знаю я поставила наверное уже как несколько дней назад о том что будет прямой эфир алгоритм ютуба я не могу сказать поэтому это вопросы не ко мне youtube у нас сам так реагируют на это все но уже несколько дней назад я написала о том что мы сегодня будем в прямом эфире с 11 часов заниматься решением задач так что вся вы есть шанс посмотреть это все сохраненная первая часть она вот там сохранилась уже автоматически и мы сейчас переходим к во второй части потому что само по себе все прервалось сейчас я посмотрю что там не процента по зарядке не увеличиваются но будем надеяться что хотя бы не выключится телефон зарядка идет у нас очень большая видите расходуется энергия так давайте с вами решать дальше значит так у нас здесь была натуральная база 7 желание 81 как всегда самое сложное когда все хотят у нас холодные оттенки пепельные цвета они у нас совершенно не стойкие совершенно не получаются поэтому вот всегда когда как только у нас с вами идет осветление то есть идет цвет светлей мы должны понимать что плюс еще у нас фон осветления работы у нас оттенки нюансы цветовые холодные нестойкие и 3 высокий оксид все это не способствует холодному цвету оксид у нас с вами тоже съедает холодные цвета и получается как говорится холодные цвета не любят высоких процентов все это вы должны просто сразу запомните выучить эту фразу поэтому мы должны с вами тоже какой-то способ работать для себя принцип работы должны уяснить вы вы выучить поэтому мы с вами решили что чтобы нам поднять на на восьмерку нашу семерку мы должны с вами пройти два шага первый шаг это мы должны осветлить семерку второй шаг мы должны осветлить восьмерку и уже на восьмерку мы с вами должны положить наш холодный цвет если вы это не пройдем и это не сделаем у нас холодного цвета не получится никогда и следующий момент это первое это это наш подбор оксида значит соответственно на один-два тона у нас поднимает что 6 процентный окси мы конкретно 6 процентный говорил здесь берем его почему потому что мы предположили что у нас волос привет привет да конечно людмила вы можете мне вот так написать мои контакты есть везде там на ю тубе написано слово записаться вы сразу проваливаетесь на вот сад так что пожалуйста связывайтесь со мной значит про окси мы берем здесь волос нормальный либо тонкий волос когда мы с вами понимаем что это обычная работа когда у нас волос толстый там немножко все по-другому мы сейчас берем с вами с вами самые простейшие варианты и так как у нас лично проходит час тренинг мы сейчас с вами не решает задачи сложные то есть у нас сейчас простейшее решение задач первом уроке мы прорешали смешение цветовых нюансов как смешивать и какой цвет будет на выходе это тоже вы должны четко и выучить для этого у нас с вами вот такая вот табличка была и мы эту табличку с вами естественно должны как домашнее задание запомнить запомнить и мне прислать чтобы я его проверила вот и этот тренинг я напишу естественно под вебинарами время под прямыми эфирами куда вы можете зайти у нас там есть четыре урока два из них мы уже прошли вы можете все равно еще пока купить целый курс он совсем стоит копейки просто потому что потому что потому что я хочу чтобы вы знали это скажем так индивидуально как все меня спрашивают я занимаюсь да я занимаюсь но это все мы с вами был бы по телефону индивидуально сложнее индивидуально я занимаюсь по одному человеку 2 это крайне редко когда у нас стрижки колористику можно но смысла нет все равно понимаете индивидуально обучение есть индивидуальное обучение здесь я руку сама поставлю и долблю лично они сразу буду отвлекаться на нескольких людей вот давайте с вами все перешли все-таки к нашему решению задачи по поводу оксида у нас с вами простые волосы обычные нормальные либо тонкие взяли 6 процентный окси для того чтобы поднять на два тона вы прекрасно понимаете что я вам уже писал эту табличку вы должны опять же себе в шпаргалку ученика написать что 6 процентный оксид работает у нас с повышением на 12 тона но мы не говорим сейчас не просиды и не про какие мы говорим сейчас вот конкретно про решение задач вот как будто бы с вами окрашиваем корни натуральные и без седины вот вот мы работаем с вами сейчас вот в этом плане потом дальше будем расширять и усложнять задачу с каждым пройденным материалом то есть следующая тема у нас спецблонды обесцвечивания и 4 у нас урок это что касаемо седины то есть каждым разом все будем усложнять усложнять и задача у нас получится не вот коротенькое решение о решении и решение и мы ничего не должны забыть поэтому вот алгоритм в голове для себя по пункт на запишите и соответственно мы с вами этим будем пользоваться тогда когда к нам приходят клиенты так значит мы взяли с вами 6 процентный естественно оксид потому что нам надо осветлить на два тона стрелочка наверх это показывает что нам надо осветлить стрелочка вниз показывает что нам надо затянуть берем с вами 81 мы с вами говорим про палитру и стиль в первом уроке мы записали какой у нас номер какой цвет да вот такой вот мы с вами создали такую записочку вот я вам ее показываю вот это все у нас с вами расписано в первом уроке это для того чтобы мы могли с вами решить задачи чтобы мы с вами разговаривали на одном языке потому что у разных брендов разные номерации красивые бренд и стиль и на нем как бы все это ведем подсчет то есть чтобы разговаривать сегодня на одном языке дальше так какую стиле нет чисто синего цвета да у него есть пепельный цвет пепельный цвет это смесь синего с фиолетового мы с вами взяли его и нам надо понять что же дальше брать и помню что у нас с вами идет расчет все-таки из 30 грамм когда мы говорим о микстонах то есть 30 грамм у нас с вами оксида и 30 грамм у нас с вами краски будет больше краски значит больше будет микс тона дальше нам надо теперь думать что же нам взять чтобы нейтрализовать оттенок на в том в той части я пыталась вам расписать давайте я вам сейчас распишу повторно что если мы с вами никаких микс тонов не получим вернее не будем добавлять что получится у нас на выходе давайте я вам сейчас распишу и потому что я не знаю запись в том уроке в той части нашего прямого эфира было либо нет я рассказывала ли стояла спиной поэтому там связь оборвалась не знаю на каком моменте поэтому заново сейчас мы с вами посчитаем у нас а мы с вами взяли 81 у нас фон осветления восьмерки к 34 у нас получается значит 1 плюс 34 и начинаем понимать получится ли у нас с вами холодный цвет если мы из семерки сражево и больше ничего делать не будем давайте посмотрим скоро надо заканчивать и придут девчонки работать поэтому давайте быстрее не будем меня отвлекать пишите все на ватсап подписывайтесь кто не подписан и ставьте лайки потому что мне тоже это приятно вопросы все пишите я все это все прочитаю так значит у нас один здесь идет пепел пепел от я уже говорила синий с фиолетовым смешанным плюс один синий плюс один фиолетовый либо сразу фиолетовый расписываем на 5 красный плюс 0 5 синий дальше 34 2 желтых плюс медь у нас один медь а значит у нас 0 5 красных плюс 0 5 желтых еще раз повторю трешка это желтый а вот это у нас с вами медный оранжевый то есть четверка при смеси у нас получается 0 5 плюс 0 5 один получается одна молекула оранжевого то же самое что касается синего вот у нас пепел 1 синего сидеть всего две части помните молекула 1 молекула синего 1 фиолетовая вот это вот у нас фиолетовая мы с вами расписываем дальше один синий смотрим где у нас еще здесь есть синий на 5 синего полтора синего больше ничего значит полтора синего давайте зачерпнем чтобы мы не потеряли до чтобы у нас все-таки мы не запутались дальше у нас полтора с вами синие молекулы плюс красная плюс красная 1 получается красная и плюс желтые без половины желтые молекулы да видите вот она красная и вот они желтые дальше высчитываем у нас как все три основных цвета значит соответственно при смешении трех цветов получается коричневый смотрим наименьшее 1 значит вычитаем у нас получается 1 коричневая плюс дальше получается что у нас здесь получается 0 5 синего и плюс полтора желтого правильно правильно существовало полтора желтого синий желтый так здесь получается 1 коричневая плюс 0 5 синий желтый значит 0 5 синий желтый это зеленый 0 5 зеленый плюс остается один желтый и смотрите какой цвет у нас на выходе получается грязный видите то есть у нас одна молекула коричневого 1 желтого молекула и еще чуть-чуть зеленого значит у нас на выходе с вами будет тридцать второй цвет видите получился тридцать второй цвет то есть в итоге у нас с вами получилось а вот а вот до этого значит первой части я решала где-то я видать цифру забыла либо я не досчитала до чего-то видите то есть себя нужно все время проверять когда вы высчитываете то есть у нас на выходе получился 32 такой золотистый с легкой зеленью поэтому у нас никогда с вами не получится холодного цвета если мы возьмем сразу сразу возьмем с 6 процентом оксидом нанесем обычную краску ничего больше не сделали будет нам счастье счастье копите не вышло вышло у нас золотистыми зеленый цвет поэтому это я сейчас убираю и мы с вами считаем дальше что же нам все-таки нужно сделать для того чтобы получить холодный цвет значит соответственно если мы взяли с вами краску пока ее трогать не будем у нас конечно можем использовать вот этот вот оттенок на нейтрализацию но нам это не надо давайте лучше нейтрализовать будем микс тонами по правилу как мы с вами договаривались берем куда я делаю берем значит соответственно правило опять же вопрос правило 12 правило 11 можно и то и другое правило использовать это все зависит от вашего бренда вам технологи должны рассказать по какому правилу вам надо нейтрализовать но как правило я уже объясняла в моем тренинге о том что мы с вами как правило есть 11 рядов значит правило 11 есть 12 правило 12 у кого-то есть и 14 рядов но дальше уже все это шутки вот правило 11 12 вот этого и высчитываем конкретно если у нас волос нормальный то правило 12 вы можете использовать если волос скажем так толстый тоже правило 12 можете использовать но тонкие тогда уже смотрите сами но опять же по нюансам чем светлее вы осветляет тем сильнее вы осветляете тонкий волос то больше вам пигментов надо чем обычно то есть вот мы все равно используем правило лучше 12 поэтому нам надо обязательно с вами думать вот у нас вон фон осветление здесь 34 чтобы нам нейтрализовать этот фон осветление что нам нужно сделать здесь у нас 2 к 1 2 2 желтого один медный значит соответственно нам надо взять какой-то листон да и первый микстон у нас должен быть тот который нам будет нейтрализовать желтый это будет у нас фиолетовый как все все мы говорим да но фиолетовый естественно это фиолетовый холодный должен быть до либо уже готовый антижелтый микстон либо у нас есть микстон как я говорила в предыдущем в прямом эфире бывает микс она уже готовые краски это значит у нас там получается три фиолетового один синий например g2 вот ну еще короче фиолетовый антижелтый да мы с вами взяли надо будет сосчитать сколько дальше пишем дальше нейтрализовать медь это значит нам какой нужен микс синий правильно это значит у нас синий а по какой у нас цифра синий ну здесь у нас его нету у нас здесь будет опять же один тогда получается да вообще лучше микс синий в этом у нас нету с вами но в миксах он есть в бренде и плюс еще значит соответственно надо дальше думать что делать на этом задача не заканчивается правило 12 высчитываем 8 уровень до 12 минус 8 равно 4 и равно получается 2 грамма значит вот смотрите у вас здесь получается два к одному значит соответственно две части вот этого 1 вот это у нас здесь всего два грамма разделить на 3 можете да там полтора грамма на с вами получается вот этого и получается сколько там не полтора на 3 получается полтора 7 там грубо один грамм до 1 грамм 1 грамм синего но я округлила здесь можете два грамма взять допустим да нам то что она надо холодный получить поэтому мы с вами этим играем цветом вот но готовы ли вот это вот решение либо не готова давайте с вами рассуждать когда мы с вами к нашему цвету взяли в нейтрализаторы то есть получили мы в итоге коричневый цвет мы с вами нейтрализовали цвет и наложили на него 81 то есть сначала произошла нейтрализация нашего вот этого ненужного пигмента нашего фона осветления дальше мы положили цвет получится ли здесь у нас с вами то что мы хотим не получится потому что вот мы с вами рассчитали по правилу до 12 но мы с вами не учли что здесь еще 6 оксид 6 оксид вот эти пигменты еще и съест я понимаю что мы здесь люфт с вами дали чуть больше положили здесь на пол грамма больше положили здесь до 03 да чуть чуть побольше положили но все равно этого будет недостаточно поэтому если как бы вы хотите более холодный цвет вы должны добавить микс один еще сюда для усиления до цвета и дальше еще смотрите самое интересное тоже можете один грамм положить это у нас уже пошло усиление цвета еще раз и главное давайте смотреть все-таки у нас содержится здесь с вами что содержится у нас с вами медь да а в меде у нас есть красный и желтый и фиолетовый микстон когда мы кладем с вами фиолетовый микстон он может быть больше красным чем синим это тоже надо учитывать поэтому здесь надо капнуть плюс микстон какой зеленый зеленый где-нибудь горошинку капните зеленый для того что произошла нейтрализация красного вот здесь и вот здесь за матировался то есть нейтрализовался еще красный который содержится в меди то есть если мы с вами предыдущем когда мы делали семерку мы с вами почти что там полграмма положили зеленым тут здесь прям горошинку потому что у нас здесь фон осветления больше желтый если вы поможете синего больше и больше зеленого у вас и выйдет больше зеленого тогда здесь но нам нужно с вами именно добавить горошинку зеленого для того чтобы нейтрализовать красный который фиолетового и красный который в медиа вот эта задача понятно то есть вот таким вот образом мы с вами рассчитываем и тогда у вас будет холодный цвет кто-то мне там изученок писал как вот это вот высчитывать не забывайте что это все мы обязательно должны положить потому что у нас еще с вами оксид который мощный он съедает наши с микс тона то есть наши холодные пигменты они не дружат с высокими процентами то есть процент их съедает поэтому вы должны сюда класть больше холодных пигментов вы не ошибетесь если вы например допустим возьмете все-таки не фиолетовый анти желтый до чем анти желтый лучше это сбалансированный цвет и как правило в уважающих себя брендах уже он есть пользуйтесь им вообще вот этого бы я положила 5 грамм вот честно говорю я так и делаю для того чтобы мне нейтрализовать прям уж хорошо я положил его целых вот вот анти желтого именно анти желтого потому что там смесь идет фиолетового и синего а не фиолетового и красного я бы положила целых 5 грамм и ничего бы не было поверьте было бы здорово и все остальное вот так же бы оставила можете добавить 3 анти желтого 2 фиолетового хуже об этом от этого не будет то есть понятно фиолетовый это именно анти желтый да вы можете положить и фиолетовый и анти желтый можете один анти желтый положить либо один фиолетовый если у вас он холодный вот оно ваше решение задачи которая у нас идет уже с холодными нюансами следующее что мы с вами сейчас будем решать это когда у нас добавляется длина сейчас я вам покажу как решать с длиной потому что это это еще один пункт решение задачи и никак не по-другому вот мы с вами первое решение задачи до 1 1 условие выполнили мы с вами сейчас долго долго писали на выходе получили холодный цвет но это еще не все у нас здесь оказывается было не просто вот это желание а у нас с вами еще была длина дл это длина и который у нас было с вами 84 пускай будет так холодный цвет смылся она съездила куда-то выгорела и у нее вот получился вообще как такой вот достаточно медный даже цвет какой-то вот грязный медный даже может быть 4 а раз смылся пускай 4 будет будет сложнее нам решать и вот там вот предыдущие то что я сейчас вот стерла это у нас первое условие задачи и сейчас у нас уже с вами второе условие задачи когда мы с вами должны будем рассчитать как закрашивать длину потому что это совершенно два независимых до условия задачи которые мы должны с вами решить до решаем соответственно думай она же хочет 81 получить представляете какой ужас смотрите здесь получается вот такая вот вещь сложная которую вы должны точно для себя помнить и выучить когда мы делаем нейтрализацию у нас всегда цвет будет темней всегда понимаете и цвет который вот здесь и вот он будет отличаться понятно поэтому конечно же конечно же по логике вещей мы должны взять всего лишь полутора процентный оксид и тонировать его можете попробовать потому что скорее всего когда она к вам пришла у вас будет там не 8 4 а 8 там 0 4 вот тогда у вас все получится но если она пришла 8 4 интенсивная и на выходе когда вы будете нейтрализовать ей цвет она уже будет между восьмеркой и семеркой то есть она будет темнее а мы все-таки как привыкли но все-таки привыкли чтобы у нас корень был немного темнее а длина посветлее но вот в случае если у вас она была до этого яркая медная то вы не сможете получить цвет светлей потому что краска краску не осветляет вы конечно можете попробовать с более высоким оксидом можно попробовать но еще неизвестно какой краситель был на волосах это был профессиональный краситель либо это какой-то тоник был которым она тонировала либо это было домашнее окрашивание она может не получиться то есть вы должны с клиентом разговаривать вы должны всегда предупредить о том что на выходе она может получить так как вы говорите я не знаю ваш волос я не знаю чем вы красились мы сейчас с вами работаем по технологии по колористике да я посмотрю что получается на выходе как реагирует ваш волос и уже правильную формулу напишу вам для следующего окрашивания если получится у нас сегодня с первого раза будет супер я не знаю чем вы красились и я не знаю вашего волоса как ваш волос реагирует на мой краситель вы обязательно должны вот это вот людям проговорить для того чтобы себя перестраховать потому что реально мы никогда не знаем мы когда клиент приходит первый раз мы знаем колористику мы выучили все формулы мы знаем все правила но в итоге мы не знаем как отреагирует волос мы не знаем как наш краситель ляжет именно на этот до наш рабочий материал на это полотно там какая высокая температура невысокая температура тела от всего зависит просто от всего каким красителем красились как долго даже не красились это тоже будет зависеть корни сантиметра покрасить или корни покрасить 10 сантиметров это разница это разница в оксидах это разница в формулах вот то же самое как здесь мы сейчас допустим считаем что она равномерно выгорело а полотно может быть двух трех это и четырех цветов тоже нам на каждый участок надо рассчитывать будет отдельно поэтому сейчас мы с вами допустим вот рассчитываем на 04 а значит соответственно что нам делать думаем значит восьмерка восьмерка значит осветлять не надо значит раз осветлять не надо берем что полутора процентный акси берем полтора процента акси дальше смотрим нам нужно сделать с вами холодный цвет если мы возьмем 81 давайте 81 и положим сразу на 84 давайте-ка цветовые нюансы смешаем с вами и посмотрим что же получится ночной 4 да это у нас с вами получается какой это у нас здесь у нас коричневого две молекулы здесь у нас одна значит одна молекула оранжевого правильно а здесь у нас 81 1 1 молекула синего плюс одна молекула фиолетового равно и считаем что же у нас в итоге получится оранжевый у нас 05 красного 05 синего плюс 1 синий плюс 1 не на ни один а 0 5 синий плюс 05 красный дальше высчитываем считая синий у нас с вами две молекулы синего плюс красный и красный 1 молекула красного высчитываем красный синий это фиолетовый значит 1 фиолетового плюс 1 синего по идее так у нас как бы холодной с вами и вышел да а почему у нас же здесь с вами оранжевый красный 05 красный синий этого 0505 я что потерял что-то красный красный так и синего получать все его смотрите у меня при по логике вышел все-таки да с вами вот это вот 81 получается в итоге один ну а я же забыла вы же с вами чуть ноль ты мне не взяли она это у нас все равно коричневый значит получается у нас цвет 01 а я думаю что то мне не то вышло видите он будет прохладненький но он не будет холодно потому что у нас с вами еще здесь присутствует коричневый мы с вами забыли его сюда записать видите какая не внимательно вы не подсказываете не видите и получается 01 а нам-то надо один поэтому для нам все равно надо нейтрализовать изначально наш вот этот вот медный цвет давайте убираем и приступим к нейтрализации соответственно чтобы нейтрализовать нам с вами цвет нам надо добавить с вами микстон правильно какой у нас нейтрализует синий до добавили синий здесь у нас произошла нейтрализация а значит получился цвет просто ноль просто натуральный но этого же нам мало а нам надо получить пепел и значит соответственно добавляем сюда плюс микстон какой именно пепельный для того чтобы усилить и теперь нам естественно нужно все рассчитать сколько нам надо микстона но я вам рекомендую всегда так как пепел все-таки у нас состоит из больше синего до пепел состоит из синего больше чем из фиолетового я вам все равно рекомендую до добавить в микстон вы вывы не микстона вот в этот краситель опять же для нейтрализации фона осветления помните фона осветления чуть чуть больше нам нужно ставить чтобы еще не ушло у нас пока здесь есть синий смотрите синий есть да значит соответственно чтобы у нас не среагировала в миде у нас вспоминаю красный плюс желтый у нас здесь синий чтобы вот синий не среагировал желтым потому что вы можете немножко неправильно рассчитать все-таки сюда еще добавить микстон фиолетовый то бишь анти желтый чуть-чуть вот вот немножко его добавляя из расчета того чтобы нейтрализовать именно наш вот ненужный цвет до желтой который будет у нас здесь и тогда у вас будет похолодней вот но на самом деле как только вы добавляете наш фиолетовый значит соответственно нужно что сделать да вы можете добавить капельку горошинку зеленого но можете в данном случае не добавлять горошинку зеленого просто добавьте количество пепла чуть чуть побольше но фиолетовый не забудьте потому что он тоже присутствует в нем как бы в синий и красный вот красный нам не даст изначально зелени и а и нет и произойдет еще нейтрализация желтого помните за счет чтобы не сработала реакция зеленый с синим то есть вот такая вот сложная система много наговорила но по сути по цифрам понятно что я имею ввиду привет привет лен вот и на выходе тогда вы уже получите 81 то есть чтобы нам получить на длину 81 до 81 вам надо добавить микстана синий пепер фиолетовый либо до антижелтый помните чтобы у нас все-таки не получилось грязи всегда мы стараемся добавлять с вами микстана так чтобы просчитать и мы с вами не забываем высчитывать правило 12 правило 12 вам даст на 3 на 30 грамм красителя у нас здесь 30 например допустим то здесь у нас один к двум здесь у нас уже 60 понятно то есть у нас уже здесь много красителя на длину а то может быть вам надо здесь взять всего там 30 если волосы короткие а здесь всего 15 грамм и тогда вы количество красителя сокращаете еще в пополам то есть мы с вами должны еще всегда вот это учитывать так решающая давайте с вами последнюю задачу напишите мне какую пока я буду стирать давайте мне свою задачу сейчас попробуем ее сразу разобрать пишите мне пожалуйста давайте сейчас у меня доста как раз высохнет а вы мне напишите давайте мои хорошие пишите вашу задачу а то вы подумаете что это я сама тут придумываю все видите связь прервалась у нас связи с тем что я не за телефон разрядился и девчонки у нас не знают о том что я продолжила прямой эфир так что всем новеньким привет не забывайте ставить лайки меня сын все время ругает что я об этом не говорила ставьте лайки я буду рада спасибо если вам все нравится пишите вопросы если вам что-то непонятно и я жду от вас задачу и будем сейчас разбирать уже вашу задачу ну что вы девчоночки напишите мне задачу какую вы хотите чтобы я сейчас с вами еще тут проще посчитала потому что у нас же есть затемнение у нас есть осветление и все это мы можем сделать с вами красителями с первого по десятый ряд затемнение осветление тон в тон покрасить что вы хотите мы сейчас с вами быстренько все решим так ну чего не хотите да писать мне ничего давайте тогда с вами с вами сами решили можно заменить красителем микстон если у вас в палитре он есть давайте тогда возьмем как бы задачу и попробуем заменить красителя да то что и лишь хорошая идея давайте с вами это же и разберем да вот например допустим натуральная база у нас с вами будет ну давайте у нас опять будет натуральная база шестерка да а хотим мы с вами семерку желание у нас будет как всегда 71 да как правило у нас 71 вот эти вот девчонки любят вот эти цвета 71 81 и давайте попробуем теперь с красками повыяснять что мы можем сделать длину опять же можем взять длину давайте с вами длину тоже напишем длина у нас с вами была 7 3 да вот такая то есть она смылась она ушла в желтый цвет и мы сейчас должны с вами подумать как мы с вами вот эту задачу решили как всегда с чего мы с вами начинаем первое что вы должны начать вы должны посмотреть насколько тонов надо осветлеть так что-то получается уровень седина 60 значит оль оля а значит мы сейчас данный момент седино не разбираем вы просто к нам присоединились позже значит не знаете у нас еще сейчас идет большой тренинг и мы с вами прошли только два урока поэтому до седины мы еще не дошли седина у нас с вами это четвертый урок и там уже будут более сложные задачи сейчас я вас учу работать показ вот нет седины нет спецблонда волос обычный тонкий да тонкий и нормальный волос мы сейчас учимся работать чтобы получить цвета на этих уровнях седина у нас четвертый урок так что вы присоединяйтесь пожалуйста я ссылку на гид-курс на обучение оставлю вам вы все можете с нами заниматься дальше потому что много интересной информации даю то чем вы сами не найдете вот дальше поэтому считаем сейчас просто вот у нас без седины седина будет на четвертом уроке так желание такой у нас и мы с вами начинаем считать первое у нас с вами начинаем всегда с у нас может быть разное решение задачи смотрим что нам здесь сделать смотрите потому что как только у меня здесь была бы например допустим 6 до 3 то как я осветлю никак не осветлю здесь мне надо было бы делать или хилат ную смывку либо кислотную смывку либо обесцвечивание либо американский шампунь вот здесь надо было бы уже использовать но этого я как бы не хочу поэтому у меня здесь будет 73 это 7 не 3 а 703 потому что как только 73 да как вот в предыдущем решении задачи у нас она опять ничего не получается потому что как только мы с вами 73 будем нейтрализовать у нас в итоге цвет будет немного темнее на концах но на самом деле не настолько темнее можно оставить 73 то что все-таки золотой цвет это не красный красный цвет гораздо все-таки темнее получается чем если мы будем нейтрализовать золото поэтому оставим давайте 73 значит все вот это вот мы посмотрели и начинаем высчитывать первое у нас с вами алгоритм первый шаг это нам надо посмотреть насколько тонов нам надо поднять помните мы с вами говорили что если цвет у нас с вами холодный мы вообще просто когда уйдет происходит осветление шестерки в семерку мы должны высчитать с вами насколько тонов нам надо поднять просто если это теплый тон мы вот для этого случая для теплого тона если вот здесь будет теплое желание нам достаточно будет взять три четыре с половиной оксид но как только желание холодного цвета мы значит должны с вами четко пройти два пункта то есть шесть и семь мы должны осветлить шестерку и должны осветлить семерку значит соответственно как только два пункта у нас с вами получается 6 процентный акси все никаких других гвоздей и сразу вспоминаю 6 процентный оксид мощный оксид съедает холодные цвета а значит соответственно что нам надо понять что микс тонов надо добавлять больше понятно вот вот прям сразу одно из другого вычитаю выходит значит здесь мы осветлили на два тона пишем здесь 6 процентный оксид опять же мы рассчитываем на 30 грамм дальше плюс мы хотим получить вот этот цвет так как в нашей палитре синего нет я бы взяла здесь синим и сразу бы мне легче было бы считать но его нет у нас пепел поэтому мы берем здесь с вами 71 правильно берем 71 и начинаем дальше рассуждать фон осветления у нас с вами какой здесь сорок третий правильно сорок третий смотрим нашу палитру цветов и начинаем искать какие у нас цвета нейтрализуют наш медно золотой цвет ищем в красителях в палитре мы с вами начинаем смотреть нашу семерку что ты будешь делать простите пожалуйста это невозможно просто она прямые эфиры души рим тут звонит чуть происходит извините не хотела так давайте искать какие у нас с вами холодные цвета есть вот есть например допустим 18 у нас цвет видите 18 цвет да но 18 цвет у нас с вами что помните я вам говорила в и стреле восьмерка это половина холодного цвета ее на уровне семерки нет поэтому у нас с вами идет либо шестерка да либо там есть 61 не вижу чтоб 61 какой-то был или же или шестнадцатый есть что-нибудь такое но наверно где-то есть давайте с вами решать значит вот смотрите значит соответственно мы можем с вами для нейтрализации нашего цвета взять 7 смотрим значит у нас здесь медно золотой значит нам по логике да у нас с вами пепел больше синего содержится и и значит пепел значит соответственно мы можем взять один правильно и второй цвет мы можем взять чтобы здесь было сколько у нас шестерка шестерка шестнадцатый видите вот этот вот тон красителя я взяла специально для нейтрализации что здесь 7 что здесь 7 и вот нам надо с вами подумать чтобы нейтрализовать цвет какой какого какой нам надо положить больше да мы сейчас с вами логически рассуждаем но микс тона нам все равно нужны будут все равно для того чтобы усилить вот этот вот цвет они нам все равно будут нужны по логике мы взяли 7 16 он у нас ушел на нейтрализацию 40 43 нашего фона осветления лег наш 7 1 чудесненько и в итоге должны получить счастье но нет у нас с вами оксид 6 процентный который очень любит холодные цвета ну вот он очень любит холодные цвета он это все съедает и дальше мы тогда с вами думаем что же нам добавить какая пропорция вы можете добавить одну часть и одну часть допустит 15 грамм и 15 грамм здесь у нас оксиды все равно 30 можем добавить можем это уйдет на нейтрализацию потому что помните мы все-таки сами нейтрализую фон осветления может добавить например допустим для цвета там 10 и 20 даже вот так вот наверное будет у вас лучше да потому что здесь больше синим у вас нейтрализует этот нейтрализую и в итоге у вас получается все равно коричневый цвет но коричневый коричневый но коричневый такой вот он будет не холодный аванта надо получить холодный это никак 71 у вас такого не будет у вас больше как натуральный получится в данном случае при смешении потому что вы не забывайте у вас мощный оксид вам обязательно надо сюда ты нет и болеть непонятно миша я не очень понимал что вы сейчас написали так и дальше давайте с вами разбирать дальше значит плюс мы поняли что даже если мы возьмем эти два цвета они конечно же нейтрализуют но на выходе у нас холодно не получится все равно не получится с оксидом мы смешали все сделали и все и все и ничего и все равно у нас будет натуральный цвет холодного не будет обязательно все равно сюда добавляет для усиления микс тона конечно же в идеале добавить как я вам уже говорила и зелененькие фиолетовые до сюда чтобы у нас произошло именно вот это вот нейтрализация и желтого получше и плюс зелененький он нейтрализует красный который содержится вот в этом пигменте но опять же я вам все время вот на данном этапе говорю о том что это все хорошо но у нас существует еще обычные с вами микс тона которые необычные скажем так а смешанные микс тона которые полут полутона например допустим синий зеленый или зеленый синий вот такие вот поэтому я бы сюда для усиления добавила бы микс тона так зеленый синий давайте напишу зеленый синий вот такой вот микс тона сюда бы я еще добавила для усиления вот четко вот эту красноту вот это умеет бы он четко бы нейтрализовал вот прям замечательный вот в зеленом же вы помните зеленый нейтрализуют красный да и тут вот у вас останется как раз вот желтый который вот сюда сыграет и был вообще прекрасно и плюс еще я бы добавила анти желтый чуть-чуть то есть наш фиолетовый и тогда бы как раз было бы все замечательно и вы бы получили бы действительно холодный цвет и плюс еще почему нам например зеленый вот этот вот нужен зеленый как я вам говорила помните по цветовому кругу да у нас с вами идет желтый дальше оранжевый дальше красный дальше фиолетовый дальше синий ну понятно пошло и если вы добавляете понемножку цвета следующего ну прям горошинку по 1 немножко добавить до несколько примут чуть-чуть совсем вот у вас если вы добавите в желтый оранжевый у вас желтый будет более насыщенный дольше будут держаться потому что интенсивность цвет она тоже исчезает потому что есть желтый размытый они желтый интенсивный так вот добавить совсем чуть чуть оранжевого вы добавите желтому сочность и скажем так он вымываться будет меньше если вы добавите красный в оранжевый я говорю капельку вам не надо менять цвет вам нужно всего лишь добавить чуть чуть тогда у вас будет оранжевый более насыщенным и держаться будет дольше и то же самое с остальными цветами а в синий мы за добавляем естественно зеленый и с вами играли то есть добавив вот этот вот зеленый микс мы с вами усилим во первых наш пепельный оттенок и цвет у нас будет держаться дольше и также вы плюс еще этим зеленым нейтрализуем с вами красный который содержится в нашем фоне осветления и содержится в нашем фиолетовом который тоже красный есть и все вот это вот мы с вами рассчитываем вот берем почему я вот здесь вот решила 20 взять для того чтобы нейтрализовать побольше чтобы у меня все таки цвет был более глубокий коричневый чем коричнево золотистый или коричнево медный вот взяв побольше я уже и нейтрализую его лучше поэтому здесь вы можете уже фиолетовый не фиолетовый добавить как я уже говорила а можете антижелтый добавить он немножко соотношение разного фиолетовый имеет красный синий цвет антижелтый он имеет в себе еще больше сбалансированный такой вот идет процент лучше работает вот это у нас с вами то что я написала это первая часть решения задачи это еще не все просто вы думаете все я вот это сделала здесь у меня получился соответственно 71 и все на этом закончилась а второе то вторая часть мне же нужно еще вот это с вами посчитать 73 у меня же обязательно есть второе условие в задаче и об этом тоже надо не забывать там условия задачи мы должны понимать что здесь у нас длина уже окрашенная да и соответственно нам надо не надо осветлять ее да значит нам надо просто взять полутора процентная оксид и дальше мы думаем смотрите здесь желтый представляете желтый как мы с вами возьмем 7171 вообще никак вообще никак не возьмем как только мы возьмем 711 у нас сразу будет зелень вы помните таблицу мы с вами высчитывали смешение цветовых нюансов он просто конкретно будет зеленым вам это вообще поэтому вы должны взять другой краситель например 716 взяв 716 а у нас с вами здесь желтый лучше 61 наоборот опять написал не то 61 видите если возьму 61 шестерка это касаемо кто мне писал ирина и лишь значит видите шестерка фиолетовый он уйдет на заглушение и останется на выходе один но опять же мы сюда с вами должны добавить что здесь уже немножко для усиления цвета вы можете добавить пепел совсем немножко да то есть микс пепел то есть видите мы постоянно работаем и на длину и на корни на самом деле можете не добавлять просто будет когда более натурально холодный понимаете потому что вот в этом случае чтобы добиться максимально холодного цвета туда скорее всего вам нужно будет добавить еще и сине-черный да но кто с чем любит работать потому что и сине-черный он еще затемняет цвета затемняет уровень глубины тона поэтому вы просто думайте об этом с чем вы больше хотите работать тоже надо протестировать вам показать и соответственно добавив микса тут уже немножечко да вы там например допустим у вас такая длина там если здесь 30 грамм то здесь у нас с вами 60 грамм идет уже нашего оксида то миксы мы с вами добавляем не по правилу 12 то есть не два с половиной сантиметра мы добавляем сколько например допустим один сантиметр и для усиления цвета один грамм простите один грамм для усиления цвета один я думаю что достаточно будет одного грамма то что у вас принципе здесь холодный цвет и здесь золото золотом работать и легче всего добавите там два грамма ничего страшного не будет будет похолодней цвет ну вот и все у вас фиолетового здесь достаточно много и можете не бояться он нейтрализует вот этот цвет поэтому так что у нас еще в петле капелька есть фиолетового так что я думаю что у вас хорошо ляжет можете добавить 2 грамма еще и микстона пепеленого вот так вот мы с вами решаем задачи и это каждый раз с новым клиентом еще раз напомню вам что у нас сами решение задачи может быть и немного другое то есть у нас может быть длина 1 на длина 2 дата например она может быть уже например 83 длина и и концы вообще могут быть длина там 10 3 понимаете и все вот это нам надо будет решить задачи и все это она хочет у нас 7 1 понимаете и вот эти вот три условия мы должны с вами на каждое условие при решение задачи сделать на чем остановилась видать мне совершенно у нас свой интернет не хочет работать постоянно вылетаю так что извините пожалуйста не знаю на чем остановилась повторю еще раз что у нас по полотну длина волос может иметь разный цвет и тогда у нас для каждой части будет свое решение задачи поэтому никогда не расслабляйтесь смотрите внимательно длину всего полотна у нас волосы могут быть очень длинная и она хочет вы ровной 71 холодный для каждого решения будет своя задача вот здесь у нас уже будет при пигментирование потому что мощность краски цвет провалится он будет здесь машиной поэтому мы с вами должны тоже это учитывать и наполнить этот цвет вот давайте тогда на сегодня мы заканчиваем значит еще раз вам напомню сейчас я вам все ссылки поставлю для того чтобы перешли на гид курс там вы можете естественно посмотреть наши уроки которые да и к нам присоединиться у нас еще две основных темы это спецблонды обесцвечивание и седина две большие темы вы еще успеете думаю что мы еще с вами сделаем в промежутке решение задач скорее всего наверное уже после спецблондов и обесцвечивание также я проведу с вами прямой эфир до на здоровье решили посмотрите первую часть вот прямого эфира усложнения задач будет постоянно то есть новая тема усложнения задач и пожалуйста мне ответы на домашнее задание не будете отвечать не пойдем дальше будет тянуться у нас все я хочу чтобы вы знали поняли умели и воспользовались тем что я вам даю я реально хочу чтобы вы были профи потому что это очень надо сейчас каждый второй приходит вот меня покрасили вот меня подстригли блин я не верю в это что нет у нас хороших мастеров я верю что вы и есть хорошие мастера вас всех люблю жду вас на обучение и давайте пишите мне все пока пока